Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. До свидания школам. Выпускникам вручили аттестаты. Я думаю, что у них все получится, потому что наши дети самые лучшие. Кто в числе медалистов? Сменили теорию на практику. В Бобруйске прошло открытие третьего трудового семестра. Отработал строительный колледж на заводе РТИ. Где подработать этим летом? На страже порядка в режиме 24 на 7. Бобруйский отдел департамента охраны отмечает юбилей. Здесь очень слаженный и очень профессионально работает коллектив. Сколько исполнилось? А также Гражданский кодекс, Дорожный патруль и Поезд Победы. В Беларусь прибыл уникальный передвижной музей. Следующая остановка – «Взрослая жизнь». Учащийся школы гимназии примерили ленты выпускников. Старшеклассникам вручили аттестаты. О трогательном событии Ольга Васенда. Первая гимназия прощается с выпускниками 20-21. Абитуриенты – 55 старшеклассников. В их числе пять золотых медалистов. Вручает награды лучшим лично мэр города. Учреждение образования всегда славилось высокой подготовкой. 97% выпускников – студенты вузов. Нашим выпускникам я хочу только одного пожелать. Чтобы они, в первую очередь, определились в этой жизни со своим учебным заведением, со своим первым местом работы. Потому что уверен, тот багаж знаний, который они получили в своих школах, позволит им успешными быть именно во всех их начинаниях. Одна из медалисток – Полина Ступень. В заветном аттестате исключительно десятки. Любимые уроки – химия и биология. Кроме учебы, будущий медик преуспела в пении, французском языке, актерском мастерстве и даже игре на флейте. Я хочу поступать в медицинский университет, на лечебный факультет, а в дальнейшем хочу стать акушером, гинекологом, репродуктологом. После вручения аттестатов – прощальный вальс. Затем звучат слова благодарности учителям за вклад в их детей и воспоминания о лучших школьных годах. Здесь же в небо запускают шары в форме сердца, как символ любви к своей родной гимназии. Я всегда говорю детям, чтобы они не боялись своих амбиций, ставили большие задачи и смело к ним шли. Я думаю, что у них все получится, потому что наши дети самые лучшие. Десятая школа стала вторым домом сразу для 53-х выпускников. Но пришла пора прощаться с детством. Честным трудом, золотую медаль здесь заработали трое ребят. Их, без сомнений, ждет большое будущее. Бобруйские выпускники не раз прославляли город на республиканском уровне. Это будущее нашей страны, поэтому, естественно, эти ребята будут строить нашу страну, наше государство. Любой выпускник – это житель города. Это тот человек, который в будущем будет работать, будет создавать материальные блага. И для любого взрослого человека сегодня есть определенный момент волнения. А что будет дальше? Насколько они выберут ту профессию, которая им нужна? Вот это самый главный вопрос. В этот день волнуются не только вчерашние школьники, но и их родители. Ведь именно они вели свое чадо в первый класс, делали уроки и вместе с детьми переживали взлеты и падения. Вчера еще была ученица, да? А тут 11 лет, как один день пролетело. Вроде бы и горько расставаться со школой. Ну, будем говорить так, эмоции переполняют. В 2021-м аттестат о получении среднего образования получают 1100 бобрусьчан. Из них 52 медалисты. Это на 12 наград больше, чем в прошлом году. Конечно, будем ждать их всех к нам, молодыми специалистами. Создадим все благоприятные условия для того, чтобы трудовая деятельность в нашем городе была прекрасной. Школы Могилевской области окончили 5000 11-классников. 363 ученика с отличием. Впереди у ребят напряженная пора. Централизованное тестирование начнется уже 16 июня с белорусского языка. Ольга Васемда, Карина Гуревич, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруськ-360. Юбилей в погонах. 55-й день рождения празднуют сотрудники Бобруського отдела Департамента охраны. Только с начала года милиционеры пресекли 786 правонарушений, а раскрыли 39 преступлений. С июня 96-го и по сей день более 200 бойцов обеспечивают безопасность офисов, квартир и нашей жизни. В преддверии знаковой даты в Бобруське собрались коллеги со всей области. Здесь же обсудили насущные вопросы, качество и объемы оказанных услуг, а также внедрение новых систем и видов охраны. Бобруського отдела охраны – это очень, скажем, крепкое подразделение. Крепкое почему? Потому что здесь очень слаженный и очень профессионально работает коллектив. Это те сотрудники милиции, которые очень качественно выполняют все поставленные задачи перед Департаментом охраны. Мне хотелось бы поздравить всех ветеранов, всех сотрудников с этим праздником. Пожелать здоровья, успехов, благополучия, финансовой стабильности, ну и крепкого здоровья. Уже вечером в Театре драмы и комедии гости оценили оружие и спецсредства Бобруського отдела, а также охранную систему для квартир и торговых объектов. Финалом стал праздничный концерт и торжественное награждение нагрудными знаками служащих и ветеранов. Горячая линия, дорожное движение и жаркая погода – синоптики обещают настоящее лето. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. У президента сегодня обсудили изменения в Гражданский кодекс. Совещание прошло с участием глав Комитета госконтроля, Нацбанка, министра финансов, экономики и юстиции. Наибольший блок изменений коснулся хозяйственной деятельности и обычных жителей. Как заявил Александр Лукашенко, любые инновации должны быть предельно продуманы и отвечать национальным ценностям и принципам. ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД велосипедистами и мотоциклистами. Акция продлится до конца недели. В это время пройдут рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием служебного мототранспорта. Комитет госконтроля открыл горячие линии по вопросам вступительной кампании. Это поможет оперативно реагировать на обращения граждан по соответствующей тематике. Работа организована с понедельника по пятницу с 9 до 13 и с 14 до 18. Номера телефонов доступны на сайте КГК. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Беларусь. Первыми экспозицию посетили жители столицы. 14 числа состав отправится в Оршу. Увидеть его можно в Витебске, Полоцке, Гродно, Бресте и Гомеле. Завершится показ экспозиции в Могилеве 28 июня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В Беларусь идет настоящая летняя жара. Завтра ожидается до 27 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют кратковременные осадки и грозы. В начале следующей недели в стране сохранится теплая, но дождливая погода. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. Лето с пользой. В Бавруйске прошло открытие третьего трудового семестра. Путевки представителям студенческих отрядов вручила Бавруйская организация БРСМ. Церемония прошла в парке культуры и отдыха. В старте участвовали полтысячи бойцов. К слову, работа молодежных команд уже в самом разгаре. Автотранспортный колледж сейчас трудится. Сейчас трудится на заводе ТАИМ строительный колледж. Отработал строительный колледж на заводе РТИ. Нас приступил к работе не так давно студенческий отряд строительного колледжа на территории строящейся школы, новой 35-й. Этим летом бойцы будут трудиться на городских предприятиях, а также в организациях Могилевской области. Профиль самый разнообразный – строительные, сельскохозяйственные, педагогические, экологические, сервисные, медицинские и производственные бригады. Заявки от молодежи поступают по сей день. В Могилевской области в студотряды планируют набрать свыше трех тысяч ребят. Мировой рынок коммерческой недвижимости оживает. После спада, связанного с пандемией коронавируса, например, в Москве, уже сообщают о рекорде сделок. За четыре месяца 2021-го в столице оформлено на 34% больше договоров, чем за аналогичный период прошлого года. И цифры, прогнозируют эксперты, будут только расти. Какими будут тренды и тенденции, можно узнать на отраслевых выставках. Крупнейшая из них – «Мапик Раша» работает в эти дни в Москве. Беларусь представлена одним из ведущих разостройщиков – компании «Дана Холдингс». Самые лучшие квадратные метры сегодня здесь. Международная выставка «Мапик Раша», открывшаяся в Москве, крупнейшая в России и СНГ экспозиционная площадка по торговой недвижимости, объединяющая интересы всех игроков рынка. В этом году она проводится уже в 18-й раз и работает в выставочном комплексе «Крокус-экспо». Участники – руководители организаций инвесторов, компаний, управляющих коммерческой недвижимостью, специалисты девелоперских и проектных организаций, директора торговых и бизнес-центров, представители ритейла в сегментах розничной торговли, развлечения, общественного питания, а также сотрудники компаний, занимающихся специальным оборудованием, оснащением и информационными технологиями в недвижимости. Каждый – потенциальный инвестор, которого надо привлекать, рассказывать, показывать, раскрывать преимущества. Все о выгодах вложений в недвижимость в Беларуси на стендах одного из ведущих застройщиков компании «Дана Холдингс». В топе их предложений торгово-развлекательный центр «Дана Молл», входящий в комплекс «Маяк Минска». Это давно уже одна из визитных карточек белорусской столицы и полюбившееся место для шопинга. Сейчас возможностей станет еще больше. Компания ведет строительство нового торгово-развлекательного центра «Мара Молл». По-белорусски «Мара» – мечта. И более точного названия для самого большого в стране торгового центра придумать просто невозможно. Теперь и инвесторы уже мечтают получить здесь торговую площадь самого высокого качества. Мы с интересом узнали о строительстве нового огромного торгового центра в Беларусской Республике, многофункциональном комплексе «Минск Волл». В этом торговом комплексе, который получил название «Мара Молл», мы создадим уникальную ледовую площадку в современном дизайне. Статистика говорит нам о том, что такая площадка, как центр притяжения, увеличивает посещаемость торгового центра на 30%, помогает увеличению продаж у других арендаторов, увеличивает рост постоянных посетителей торгового центра. Мы высоко оцениваем перспективы торгового центра «Мара Молл», с удовольствием принимаем участие в работе. Мы убеждены, что данный торговый центр станет новой достопримечательностью Минска, а также выгодным инвестиционным проектом. Это будет не просто каток, а настоящая арена для ледовых шоу, концертов или спортивных баталий. Покупателям будет интересно оставаться в торговом комплексе как можно дольше, а это закономерный рост продаж. Трафик, считают эксперты рынков, «Мара Молл» будет высоким. Во-первых, это тысячи семей, которые станут жителями этого нового района города. Во-вторых, тысячи сотрудников компаний, которые обоснуются в Международном финансовом центре, который строится здесь же. Огромный плюс – прекрасное расположение, развитая система общественного транспорта и станция метро рядом. Кстати, еще один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом мировых танцев. Его проект также представлен на выставке в Москве. Кроме того, застройщик предложил еще один интересный вариант коммерческой недвижимости – торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких паркинга будут построены в третьем и тринадцатом кварталах комплекса «Минск Ворлд». Еще один уже готовится к сдаче на улице Макайонка рядом с комплексом «Парк Челюскинцев». Совмещение мест для парковки автомобилей с торговыми площадями – наиболее удачное решение для больших городов – и для жителей, и для туристов. А это уже интерес и владельцев сетей апарт-отелей. Конечно, рынок Беларуси нам тоже интересен. Мы сейчас активно знакомимся, рассматриваем проект «Минск Ворлд». Грандиозный и интересный комплекс, в котором будет представлен и международный финансовый центр, и крупные торговые центры. Там будут проживать тысячи семей. Я думаю, что это будет интересный культурно-деловой центр в том числе. А выгода действительно очевидна. Цена коммерческой недвижимости, например, в уже полностью построенном комплексе «Маяк Минска», выросла в два раза. Наша компания строит в Минске не просто жилье дома, а многофункциональные комплексы. Большое внимание мы уделяем общественным и коммерческим помещениям. Например, в комплексе «Минск Ворлд», кроме школ, детских садов и поликлиники, будут построены очень много площадей для ведения бизнеса. Международный финансовый центр станет крупнейшей бизнес-площадкой. Здесь будут построены несколько торговых центров, в том числе самый большой в стране, торгово-развлекательный центр «Мара Мол», а также множество встроенных в жилье дома коммерческих помещений для магазинов, кафе, сферы бизнеса и услуг. Это новый формат городской среды, в котором все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности. Выставка в Москве продлится три дня. Судя по старту, а стенд нашего застройщика пользовался повышенным вниманием представителей российского бизнеса, портфель заказов «Дана Холдинс» сейчас станет заметно тяжелее. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»